компания one touch travel мы продаем арабские эмираты и прошли наши праздники новогодние хотелось бы сказать всем большое спасибо за ваши заявки за ваши запросы за ваше внимание нам по арабским эмиратам я надеюсь что если были допущены какие-то промахи то мы над ними поработаем и исправим и если вы получили какую-то более подробную информацию либо получили опыта в работе с нами то поделитесь с нами своими примечаниями если они у вас есть а я со своей стороны поняла что многие менеджеры наши не знают как предоставляется наземное обслуживание в арабских эмиратах и поэтому решила для вас провести такой вебинар где бы я рассказала как про как право проводится предоставление тех или иных услуг и соответственно с вашей стороны хотелось бы услышать какие вопросы какие нюансы вас интересуют и я бы сейчас здесь могла на них ответить вот и как бы начиная снова я о самых важных самых распространенных услугах для наших туристов которые они получают прилетев в арабские эмираты я начала со следующего значит первое что мы летим до эмиратов 4 часа 45 минут разница у нас по времени плюс один час летом разницы нету столица у нас абутаби массовый прилет в основном в дубае вот ну и собственно с чего мы начинаем когда мы прилетаем в аэропорт дубай дубайский аэропорта dxb есть еще один аэропорт ади дабыл юси дубая вортрейд центр который находится в районе джабалали он на данный момент как бы им не пользуется но он был построен для того чтобы принимать чартерные рейсы и в будущем в общем-то планировалось что дубайский аэропорт дед перенесется туда где и дабыл юси и здесь останется либо emirates либо emirates тоже туда перенесется и в общем то вот этот дубайский аэропорт который сейчас находится практически в центре дубая его ну как бы ликвидирует но поэтому к чему я это говорю что есть два аэропорта dxb и дебил юси мы сейчас прилетаем в dxb дубая аэропорт имеет три терминала терминал 1 на схеме видно что из себя где расположен терминал 1 на картинке справа и терминал 3 терминал 2 в терминал 1 прилетают все рейсы международные рейсы туда прилетает наша авиакомпания аэрофлот туда прилетает другие рейсы из других стран снг в терминал 3 прилетает призем но прилетают либо обслуживаются гости которые прилетают прилетели компании emirates и в терминале 2 соответственно обслуживаются гости которые прилетают чартерами либо другими авиакомпаниями поэтому необходимо есть ну то есть обращать на это внимание но для нашего туриста либо либо для нас в основном прилет в т-1 либо в т-3 поэтому начнем со самой распространенной услуги по прилету это мархаба сервис предоставляется она во всех терминалах что в первом что во втором что в третьем единственное что есть некоторые нюансы как найти гостям нашим гостям сотрудников мархабы и получить как бы эту услугу очень важный момент услуга мархаба сервис не предоставляется принимающей компании услуга предоставляется службами аэропорта дубаи поэтому если что-то какие-то накладки происходят мы не можем никак повлиять единственное что мы можем обратиться в мархабу и узнать причину что произошло либо получить разъяснение по тем или иным вопросам вот это очень важно эта услуга предоставляется аэропортом вот ну и собственно терминал один куда прилетают в основном все наши гости имеется стойка мархаба в зоне а если прилет в терминал 2 то необходимо подойти к офису продаж мархаба который находится в зоне вылета до стоек регистрации если я не ошибаюсь она находится с левой стороны но стойка мархабы видно ее по написанию на красном фоне в следующем слайде будет видно как выглядят сотрудники мархаба сервис чтобы клиенты гости понимали к кому им подходить если терминал 3 то у стойки имеется стойка в зоне вылета и она находится до стойки регистрации у первого либо второго входа в аэропорт дальше вы сможете пользоваться этими слайдами специально все что я проговариваю написала слайдах чтобы вы смогли вернуться к этой презентации либо там обновить эту информацию для себя о либо там что-то по пропустили еще раз прочитать существует три мархабы бронзовая silver и gold самая экономичная либо самая простая услуга это бронзовая что из себя представляет вообще услуга это встречи гостей в зоне гейта прибытия перед иммиграционным контролем существует табло как табло вылета либо табло прилета то есть большие телевизоры на котором прописаны гости которые забронировали эту услугу и нуждаются в предоставлении этой услуги то есть гости сами должны найти эти табло подойти к этому табло и собственно там же стоит представитель мархабы сервис они к нему подходят говорят что вот у нас забронирована мархаба называют свои фамилии сотрудник мархабы берет их под белые ручки и проводит на паспортный контроль то есть иммиграционный контроль то есть в услугу входит сопровождение через иммиграционный контроль помощь в зоне получения багажа сопровождение представителя принимающей компании эта услуга может быть предоставлена не только вот вашим гостям но также могут быть и другие гости которые на этом же рейсе с гостями вашими тоже забронировали мархабу и этот представитель мархабы берет этих человечков людей и ведет паспортному контролю это самая экономичная услуга стоимость нас опубликована на сайте если я не ошибаюсь 40 долларов за человека если я не ошибаюсь но все стоимости вы можете посмотреть на сайте следующая услуга этого silver чем она отличается она отличается тем что сюда также входят услуги носильщика и в принципе не нужно искать представителей мархабы они уже сразу стоят на выходе то есть сами представители мархабы отслеживают куда приходит какой терминал какому гейту прилетает рейс они туда подходят ждут с табличкой гостям нужно будет подойти если у них есть багаж им помогают с этим багажом на ручная кладь идут дальше на получение багажа представитель все также находится с ними они получают багаж представитель помогает и соответственно проводят до выхода из здания аэропорта наши представители всегда стоят на выходе из здания аэропорта эта услуга также может быть объединена с другими клиентами здесь я поставил фотографию сотрудников мархаба сервис это их одежда но так они выглядят следующая услуга это gold meet ну золотая мархаба так будем говорить здесь уже повыше требования которые соблюдают представители мархабы то есть они встречают у гейта также по контролируют куда при прибывают гости поход помогает пройти быстро по иммиграционный контроль паспортный контроль получает багаж также они помогают с багажом вынести его из аэропорта и собственно также они гости получают то есть не это все прописано в ваучере когда вы оплачиваете услугу здесь у нас в россии и собственно этот представитель мархабы он сопровождает полностью весь все нахождение гостей по аэропорту и больше других гостей уже не будет то есть он единственный только вот с вашими гостями вот ну и собственно когда гости то есть наши туристы выходят из здания аэропорта там их встречают наши представители принимающей компании а дальше да еще дальше у нас есть такая мархаба как family family мархаба она действует для гостей с одной фамилией даже если у вас есть свидетельство о браке либо я не знаю все документы но паспорта разные фамилии к сожалению этой услугой невозможно воспользоваться это строгое указание либо строгое примечание сотрудников мархабы сервис то есть все гости должны быть одной фамилии и собственно один представитель мархабы он предоставляется для одной семьи вот что входит в эту услугу ну собственно встреча у гейта прибытия сопровождение прохождения паспортного контроля быстрое прохождение паспортного контроля здесь я бы хотел обратить внимание что иногда либо очень часто как правило наши туристы бронируют эту мархабу в пиковые даты и иногда бывает такое что очередь из людей которые приобрели эту услугу она становится больше нежели очередь для обычного паспортного контроля потому что сейчас то есть пришел при прилетел самолет все вышли там 200 человек очень много сотрудников иммиграционных служб открыты свои окошки и народ рассасывается быстренько проходит паспортный контроль и выходят как говорится на улицу очередь мархабы она бывает иногда затягивается но это для примечания чтобы иногда такого чтобы ваши туристы это нужно проговорить конечно сотрудники аэропорта стараются чтобы очереди не очередей не создавалась но это нужно проговорить чтобы для клиентов не было это неожиданности вот ну и собственно проходит они иммиграционный контроль и идут получать багаж услуги насильщика также включены по прилету одна стоимость по вылету другая стоимость по прилету она если я не ошибаюсь 120 долларов по вылету она если я не ошибаюсь 130 долларов так вопрос помогает ли мархаба скорости пцр тестирование в аэропорту мархаб нет тестирование нет к сожалению но единственное что если допустим семья с детьми только то конечно пропустит без очереди нет можно не стоять в очереди и очередь не будет возмущаться если с детьми пройдут без очереди а так мархаба скорость отдельное прохождение пцр для для клиентов мархаба сервиса не существует так можно сказать следующая услуга у нас мархаба транзит мало кто об этом знает может быть даже кто-то знает кто давно уже продает эмираты но в любом случае я бы хотела напомнить что такая услуга есть дубайский хаб у нас существует для стыковок на мальдивы на сейшел и на другие направления поэтому в некоторых случаях можно воспользоваться это действительно помогает для быстрого прохождения чтобы не искать по зданию аэропорта куда идти какой гет как как бы не заблудиться услуга не очень дорогая если не ошибаюсь 15 долларов на человека гостей на хабе то есть самолет может допустим прилететь в терминал 2 а вылет из терминала 3 либо вылет из терминала 1 то есть там нужно будет сесть на электричку такая внутренняя электричка ходит как ее найти как до нее дойти до бывает что поток народа идет но вот дальше когда приехали в терминал 1 куда дальше идти иногда бывает гости теряются я сама лично видела когда они стоят возле этого табло где указанный самолет вылета и пытаются понять какую сторону им идти поэтому эта услуга мархаба транзит сервис она очень удобна для быстрого прохождения паспортного контроля то есть гостей также встречают в аэропорту прилета в том терминале куда прилетают гости дальше помогают им пройти в нужный терминал багаж но это по необходимости потому что как правило наши рейсы все багаж передвигается перемещается багаж дали в россии получили уже в конечной точке назначения но в этом случае если этого нету то они конечно обязательно помогут получить багаж и дальше идут на прохождение регистрацию либо посадку на следующий рейс который у клиентов по транзиту вот ну и собственно эта услуга да может быть объединена с другими гостями есть другая услуга такая же только она премьер плюс называется где только с вашими гостями будут находиться сотрудники мархабы сервис на транзите вот это то есть как бы вам для информации о том что я бы рекомендовала такие это очень удобно особенно когда с детьми либо пожилые люди чтобы им было более комфортно цена не очень дорогая но приятно что тебя сопровождает и провожает куда нужно застыковка следующие у нас вот индивидуальная мархаба про которую я говорила что прохождение по всему контролю по всему по всему маршруту для гостей на транзите вот трансферы очень много трансферов было заказано в этом сезоне нашими вами любимыми агентствами спасибо вам большое и поэтому я хочу немножко обратить внимание на эту услугу как происходит вообще услуга как очень часто очень много всяких вопросов было у меня и чтобы рассказать вам разъяснить как происходит процесс предоставления индивидуального трансфера как бы происходит это так приехали гости либо с мархабой вышли они на улицу либо они вышли самостоятельно выйти всегда покажут куда они выходят из здания аэропорта и там такой как бы мини коридорчик где стоят все представители либо все встречающие своих родственников в таком коридоре и объясняете клиентам что необходимо найти человека который будет стоять с табличкой где указан логотип принимающей компании и фамилия туриста логотип принимающей компании указан у нас на ваучере у нас три принимающие компании и каждая на каждом ваучере будет логотип именно той компании через которую бронировался ваш турист то есть нужно искать табличку с этим с этим логотипом и где указана фамилия даже если допустим клиент не нашел свою фамилию но увидел представителя этого этой принимающие которые ваучере необходимо к нему подойти и сказать вот я прилетел вот мой ваучер у нас забронирован групповой либо индивидуальный трансфер если это будет групповой трансфер нужно будет просто подойти к представителю с табличкой если это индивидуальный то в любом случае можно подойти к любому представителю и сказать вот мы где наша машина либо где наш автобус дальше значит машины как правило стоят там же на парковке но буквально может быть метров 100 250 нужно будет пройти до машины до парковки далеко идти не нужно если есть багаж обязательно всегда поможет водитель нести багаж если групповой трансфер как правило тоже автобусы стоят на парковке нужно будет спуститься либо ну опять-таки же зависимости где припарковался автобус либо спуститься либо перейти просто дорогу и пройти на парковку где стоит автобус положить багаж на багажное место и сесть занять свои места в автобусе групповой трансфер отправляется максимум 15 минут с того момента как выходят гости из терминала то есть бывает такое что гости зашли я не знаю туалет зашли в duty free и автобус ждет всех гостей поэтому большая просьба когда прилетают гости в дубайский аэропорт объяснять им что пожалуйста не за не тратьте время на шопинг либо на какие-то там разговоры со знакомыми которых они встретили трансфер ждет и на его месте того кто ждет может быть и и ваш клиент поэтому пожалуйста не задерживайтесь и выходите если в случае индивидуального трансфера но здесь конечно можно немножко расслабиться трансфер будет ждать но как минимум полчаса сорок минут он будет ждать гостя потом начинается конечно уже суета начинают нам писать коллеги ваши клиенты не вышли прилетели они или нет мы начинаем свою очередь связываться с вами где гости вылетели не вылетели поэтому большая просьба если ваши если задержки самолетами здесь вопросов вообще нету транспортный отдел принимающих компаний всегда отслеживает все задержки в этом случае сообщать нам не нужно но если что-то получилось и что-то произошло и ваши клиенты не сели на самолет не не полетели то обязательно проинформировать нас чтобы мы свою очередь проинформировали принимающую компанию о том что трансфер не нужно предоставлять либо в групповом трансфере не нужно ждать этих клиентов эту эту информацию пожалуйста нам сообщайте далее как происходит процесс а какие машины входят заказанные трансферы у нас есть четыре но будем говорить четыре самых популярных машины которые заказывают это правит к мечта спрашивать что это за машина это может быть машина примерного уровня lexus либо bmw 5 либо хорошая машина свежая toyota corolla дальше идет минивэн а правит кори в основном помещаются гости два человека и один ребенок потому что как бы можно туда и четыре человека по нашим меркам но эмираты считают что должен быть комфорт это все таки правит машина и не принимают к к обслуживанию допустим четверых взрослых либо 2 плюс 2 если 2 плюс 2 всегда говорят что мы не предоставим эту машину берите машину выше уровня класса потому что есть багаж который не всегда помещается и ну и в общем все остальные нюансы исходят из этого что в общем-то комфорт превыше всего поэтому правит к у нас в основном от одного до двух человек предоставляется следующая по уровню либо по стоимости машина это идет минивэн минивэн это toyota превия либо хонда одессе либо подобные машины здесь предоставляется до четверых человек то есть туда помещается комфортно четыре человека либо два плюс два и собственно их багаж это вторая машина по популярности который бронирует третья машина это идет mercedes viano и она очень любит бронировать семьи любят эту машину за комфорт за ее размеры ну и собственно я считаю что это верно и четвертый трансфер который как правило сбронирует это внедорожник 4 на 4 либо же виви пи седан класса в наличии rolls-royce и bentley но они более ну как бы реже бронируются в основном 44 внедорожник так бывает что бронирует под индивидуальной экскурсии в основном вот ну и на картинке представлены остальные трансферы как у нас предоставляются какие автобусы для групповых трансферов какие можно брать для больших семей постеры двадцати местные либо для мелких для больших групп в общем-то как предоставляются трансферы на возврате очень часто пишут сообщите время возврата сообщите время возврата да бывает такое что допустим отель не распечатал информацию в общем процесс происходит так что транспортный отдел принимающей компании имеет список какой трансфер будет предоставлен каким гостям накануне отправляется электронное письмо email в отель о том что просьба проинформировать ваших гостей о том что их трансфер будет предоставлен в такое такое то время им необходимо будет спуститься произвести чек-аут и ждать машину в это время отель свою очередь получив это письмо это касается всех групповой трансфер и либо индивидуальный трансфер это один одна схема работая принимающей компании с отелями отель свою очередь получив это письмо распечатывает это письмо либо на своем бланке либо на бланке принимающей компании это может быть в разном виде предоставлено это письмо распечатывает его и относит в номер гостям иногда бывает что это письмо можно найти на столике в номере либо иногда бывает вкладывают в дверь иногда бывает под под низ на пол чтобы гости могли видеть когда они открывают дверь в номер но бывает иногда что отель это не делает либо забыли либо еще что-то произошло поэтому если гости накануне не получают такого письма счастья электронного письма в распечатанном виде им необходимо будет подойти на ресепшен и спросить сообщите пожалуйста во сколько наш трансфер завтра ну допустим потому что это накануне происходит как правило вот ну и собственно сотрудник отеля на ресепшене проверяет свою почту если информации нету он связывается с принимающей либо клиент ваш гость пишет вам как правило они сразу начинают строчить вам во сколько будет наш трансфер хотя с другой стороны на вауче у них есть номер телефона по которому они могут позвонить и узнать во сколько наш трансфер либо попросить на ресепшене пожалуйста свяжитесь с принимающей и пусть они нам сообщат во сколько у нас будет трансфер это самый быстрый самый надежный вариант чтобы сотрудник на ресепшене позвонил принимающий и узнал во сколько будет предоставлен трансфер пытайтесь своим гостям объяснить эту скорость не нужно вам а потом вы нам а мы начинаем при принимающих когда они могут через ресепшен быстренько связаться и узнать всю эту информацию но как бы мы говорим не говорим но всегда происходит одно и то же они пишут вам а вы нам но имейте ввиду говорите своим гостям что такой процесс предоставления трансфера на возврате происходит вот дальше чтобы я хотела вам рассказать это у нас услуги гида услуга она кому-то она не дешевая так будем говорить да но она очень поможет вашим туристам особенно кто первый раз едет в эмираты взять эту услугу и получить действительно удовольствие от этого всего процесса очень хорошо эта услуга поможет тем кто с детьми большим семьям помогает то есть заказать услугу можно заранее гид встречает в зале прибытия то есть когда гости проходят паспортный контроль он уже там стоит внутри и ждет пока гости к нему подойдут он стоит с табличкой помогает он при заселении при рассказывать какую-то информацию рассказывает либо помогает это не носильщик как бы да имейте ввиду что это не носильщик это человек который покажет куда выйти куда пройти где машина стоит на машина во время переезда если у гостей индивидуальный трансфер он с ними не едет он есть другой машине но если гости хотят он может с ними поехать в их же машине рассказать по ходу по по движению об эмиратах либо каких-то нюансах дальше этот гид находится при заселении либо он приезжает с гостями на одной машине либо он приезжает на своей машине в отель там они встречаются он помогает заселить заселиться гостям то же самое происходит процесс на выезде он помогает при выселении помогает пройти регистрационные всем на нюансы то есть он помогает покажет где куда пройти чтобы улететь допустим в терминале 3 большой аэропорт терминал 1 он поменьше терминал 3 побольше в общем он такой гид по навигации как быстро пройти либо как комфортно получить тот или иной сервис для гостей дубайского аэропорта этот услуга стоит 160 долларов это не на человека это за услугу сколько бы гостей не было это услуга предоставляется для семьи допустим два номера либо там семья 6 человек это за услугу и для гостей шаржи либо димана это 210 долларов нет такая услуга предоставляется такая услуга есть я бы хотела чтобы вы могли ей воспользоваться следующий так сначала по дубаем возвращаемся к дубайскому есть такие услуги еще часто спрашивают у гостей день рождения у гостей юбилей просьба попросить отель что-то предоставить коллеги большая просьба не запрашивать такие услуги у гостей было два дня назад день рождения у гостей после выезда через два дня будет день рождения отель очень не любит такие запросы если на момент проживания у гостей день рождения то отель с удовольствием сделать ту или иную бесплатную услугу кексик небольшой тарелку со сладостями он это сделает обязательно либо там какой-то цветочек либо какую-то надпись что уважаемые гости поздравляем вас днем рождения это можно да но очень часто либо я уже сталкивалась гостья вы просите агентство я имею ввиду просите поздравить отель туриста у которого было два дня день рождения ну это не очень красиво и поэтому отеля не очень любят такие примечания так буду говорить я не могу вам сказать не отправляйте отправляйте но если они этого не сделают но мы ничего не сможем сделать вот дальше следующее услуга предоставления цветов цветы в арабских эмиратах очень дорогое удовольствие поэтому если допустим цветы за 100 долларов то есть у нас 6000 за букет можно сделать неплохой букет то в эмиратах это будет ну в половину меньше букет нежели здесь в россии если букет заказывается там на 40 долларов имейте ввиду что это будет ну долларов рублей но половину меньше букета которые вы могли бы купить за эту сумму в россии минимальная стоимость букета если я не ошибаюсь 30 долларов стоит букет это будет совсем маленький букетик вот красивый букет будем говорить вот 80 долларов будет стоить это по поводу цветов по поводу бутылка вина в номер бутылка вина в номер зависит от стоимости алкоголя в этом отеле потому что бутылка в вина в номер предоставляется гостям из бара отеля и собственно на любом сайте отеля можно найти меню и посмотреть сколько будет стоить бутылка вина либо если определенные бренды вина вина вы хотите заказать вы указываете какое вино либо самое экономичное заказываете бутылка вина сколько это будет стоить потому что если дорогой отель ну соответственно алкоголь там дорогой в отелях 3 звезды алкоголь не предоставляется как правило начинается от отеля 4 звезды и выше там где есть алкоголь там где есть разрешение на продажу алкоголя можно заказать бутылку вина принимающая от своей стороны либо со своей со своей не предоставляет алкоголь за из предел из-за пределов отеля то есть если в отеле есть мы можем это заказать если в отеле этого нету вина мы заказать извне не не можем то есть мы это я имею ввиду принимающий компания вот ну собственно если у вас какие то вопросы сейчас по предоставлению каких услуг чтобы вы хотели знать как предоставляется то или иного если нету я продолжу презентацию так вопросов нету да или мы еще печатаем потому что я в следующем слайдом хочу перейти к услугам и к предоставлению наземного обслуживания в аэропорту города будаби будаби у нас немножко отличалась и отличается всегда по всем своим сервисам у них нет такого большого разнообразия услуг в аэропорту у них есть компания golden класс который у нас заключен договор у наших принимающих компаний и собственно терминал там один большой извиняюсь терминала там три но прилетают у нас гости в основном в терминал один терминал 3 прилетают из соединенных штатов первый терминал прилетают наши рейсы вот собственно существует услуга golden класс стандартная услуга где представил наших гостей туристов встречают в зоне прилета и персонально провожают до выхода сюда входит ускоренное прохождение всех паспортных формальностей и как говорится с того момента как гость зашел в аэропорт и до того момента как его будут встречать представители принимающей компании представители услуги golden класс будет всегда с гостями и проводит его к выходу это по прилету по вылету тоже самое происходит встречает либо трансфер либо машину представителя golden класс он стоит на входе на входе в здание терминала находится стойка регистрация стойка golden класса то есть соответственно гости подходят там их ждут уже представители их провожают на паспортный контроль на регистрацию на паспортный контроль и собственно до до зоны вылета рейса вот все услуги для наших российских рейсов предоставляется в терминале номер один города Абудаби ну и собственно по тесту ПЦР если уж мы в Абудаби я буду говорить что с 1 января они ужесточили въезд в Эмират Абудаби для любого путешественника то ли прилетевшего то ли по наземному пути гости пересекают это вот допустим как у нас гости отдыхали в Дубае потом у них следующий этап они проживают в отеле садья в Абудаби им необходимо будет сделать сдать тест ПЦР который действует 48 часов и тогда уже попасть в Абудаби далее если они находятся две недели в Абудаби им необходимо будет еще раз сдавать тесты ПЦР на четвертый на восьмой день некоторые отели сдают то есть могут имеют стойки для сдачи ПЦР бесплатно в своих отелях а если нет то тогда в приложении можно всегда найти где можно сдать тест ПЦР то есть Абудаби вот так вот ужесточило я не знаю как будет дальше может быть они снимут это ужесточение может быть продолжат но на данный момент у нас для всех гостей прилетающих в Абудаби необходимо сдавать тест ПЦР не вакцинированных гостей Абудаби вообще не принимает дети до 16 лет не нуждаются в обязательной вакцинации это по ПЦР и вакцинации в Абудаби следующий у нас следующая услуга транзит также Абудаби у нас является очень большим хабом этих ад по полетам страны Юго-Восточной Азии и также есть услуга по транзиту которую я тоже рекомендую где можно ее забронировать персональное сопровождение от зоны прилета в зону вылета другого гейта либо терминала потому что в Абудаби 3 терминала как я уже говорила это может быть другой терминал аэропорт не такой большой как дубайский но все равно он большой что еще есть в аэропорту Абудаби в аэропорту Абудаби есть капсульный отель в Дубае капсульного нету в аэропорту Абудаби есть капсульный отель и стыковки более 8 часов авиакомпания Чехат предоставляет капсульный отель бесплатно если гости до 8 часов то они платят за капсульный отель в зависимости от тарифа и от класса перелета капсульный отель можно использовать бесплатно в зависимости от тарифа которые купили билет вот собственно это Абудаби следующая услуга которую бы я хотела сказать это экскурсии экскурсии в принципе когда наши гости приезжают в аэропорт либо Абудаби либо Дубай их встречает принимающая компания и дает им информацию о стране в распечатанном виде о встрече с гидом об список экскурсий дает какие бы они хотели и собственно наш гид гид принимающей компании фиксированное время ждет гостей в отеле на ресепшене и где гости ваши гости могут воспользоваться экскурсиями экскурсии можно бронировать заранее можно бронировать на месте цена такая же неизменная единственное что гиды сами уже по себе дают иногда скидки если гости берут несколько экскурсий одновременно и поэтому они там дают скидки я тоже всегда рекомендую брать экскурсии на месте потому что ну допустим вы здесь забронировали им экскурсию дезерт сафари с ужином не дешевая экскурсия на месте у туриста я не знаю подскочил давлением я не знаю он там плохо себя чувствует не хочет никуда ехать и здесь уже наступает перебронирование а экскурсия это опять-таки же предоставляется не самой принимающей они ее покупают у тех людей которые организуют эти экскурсии и начинаются либо штрафные санкции штрафы либо аннуляция поэтому всегда говорю покупайте экскурсии на месте это мой личный совет из опыта но если конечно гости хотят заранее то тут ничего я не могу сказать либо можно сделать так что не фиксировать дату оплатить экскурсии а дата фиксироваться на месте но с другой стороны здесь в этом случае может быть не будет мест допустим Бурдж-Халифа посмотреть на определенный день так уже не получится нам фиксируется определенное время день и в общем от этого зависит стоимость но некоторые экскурсии можно оплатить здесь но получить и зафиксировать время предоставления экскурсии там на месте допустим такая как дубай-сити тут самая экономичная экскурсия но имейте ввиду что такие возможности есть это все обсуждается это можно заранее договориться с принимающей о том что оплата отсюда с России на месте туристы могут воспользоваться экскурсии и зафиксировать это время вот как бы ну что я могу сказать я основные свои пункты которые хотела рассказать вам рассказала надеюсь это вам поможет в дальнейших продажах и ускорит процесс оформления туров для ваших туристов потому что начнутся вопросы если у вас появятся какие-то другие вопросы по предоставлению услуг либо экскурсий то пожалуйста я всегда на связи всегда мне можно набрать всегда можно написать ну и собственно если есть какие-то вопросы пожалуйста вы мне можете сейчас их задать я отвечу если нет тогда мы с вами попрощаемся до следующих вебинаров если у вас есть желание прослушать либо получить какую-то информацию об отелях Арабских Эмиратах специализированную пишите нам просите нам проведите вебинар я с удовольствием всегда расскажу что вас интересует какой отель либо какое направление либо какая что конкретно в Эмиратах вас интересует и вы бы хотели узнать вот коллеги есть ли какие-то вопросы? так вопросов по моему нету ну в таком случае я могу с вами попрощаться спасибо всем большое кто поприсутствовал послушал мой вебинар всем хороших продаж и хорошего окончания сезона до свидания до свидания отель поиск Продолжение следует...